Беседа 19.208 И по всему городу под водительством славного вождя, а меня болезнь принудила против воли остаться дома. Впрочем, если я не принимал участия в торжестве, то все же был участником радости, если не имел удовольствия быть в празднестве, то все же был соучастником вашего веселья. Такова уж сила любви. Она заставляет и не испытывающих удовольствия радоваться наравне с испытывающими, побуждая считать общими всем нам благо ближних. Поэтому-то я и дома сидя радовался вместе с вами, а сегодня, хоть и не совсем еще оправился от болезни, поднялся и побежал к вам, чтобы видеть ваши любезные лица и принять участие в настоящем празднестве. А настоящий день, полагаю я, представляет величайшее торжество по причине присутствия наших братьев, которые придали сегодня блеск нашему городу и украсили наше собрание. Люди эти, хотя и отличные от нас по языку, жители села-деревень в окрестностях Антиокии говорили сирским языком, но согласны с нами по вере, живут в тихом спокойствии и проводят воздержанную и достославную жизнь. В самом деле, у этих мужей нет ни театров с их бесчинством, ни конских состязаний, ни развратных женщин, ни прочей сумятицы городской. Распутство во всех его видах изгнанное и повсюду обильно процветает благонравие. А причина этого в том, что жизнь их полна труда, и училище добродетели и воздержанности они находят в возделывании земли, занимаясь тем самым искусством, которое Бог, прежде всех прочих, ввел в нашу жизнь. Адаму еще до согрешения, когда он наслаждался полной свободой, было предписано заниматься некоторого рода земледелием, и тяжелым, правда, и чуждым, и изнурительным утомлением, но вместе с тем доставлявшим ему великое любомудрие. Поставил ее, говорит Писание, охранять рай и работать. На кого бы вы не посмотрели из этих мужей, вы увидели бы, как каждый из них в одно время впрягает пашущих волох, тащит плука, растекает глубокую борозду, в другое восходит на священное возвышение и возделает душу подчиненных. То он срезает серпом терния с поля, то слом счищает с души грехи, потому что они не стыдятся занятий землей, как жители нашего города, и стыдятся праздности, зная, что она научила всякому злу, и искренне была наставницей порока для возлюбивших ее. Эти люди больше, чем кто-либо, мудрствуют наивысшей мудростью, показывая свою добродетель не по внешности, а по самому убеждению. Что касается мудрецов языческих, то они ничуть не выше актеров и комедиантов, так как ни сила показать ничего большего, кроме плаща, бороды и длинной мантии. А эти люди, совершенно наоборот, распрощавшись с посохом, бородой и прочими принадлежностями, украсили свою душу предписаниями истинного любомудрия, да и не одними лишь предписаниями, а и самыми делами. И если вы спросите кого-нибудь из этих деревенских жителей, ничего не знающих, кроме своего заступа и плуга, о тех истинах, относительно которых языческие мудрецы не смогли сказать ничего здравого, несмотря на бесконечные свои изыскания и длинные рассуждения, он с великой мудростью точно ответит вам все. Да нет, одно только удивительно, а и то, что еще, что они и делами своими подтверждают веру, основанную на истинах, потому что они непоколебимо уверены, что мы имеем бессмертную душу, должны будем дать отчет о совершенном здесь и предстать страшному престолу. Почему и всю жизнь свою устроили сообразно этим надеждам и стали выше всякой житейской суеты, будучи научены божественным писанием, что суета-сует, все суета, и не стремятся ни к какому призрачному блеску. Эти люди и о Боге умеют любому достать так, как заповедал Бог. Если ты возьмешь одного из них и приведешь затем какого-нибудь языческого мудреца или поелику теперь такового не найти, если взяв кого-нибудь из тех и раскрыв книги древних мудрецов, прочтешь написанное в них и сопоставишь, сравнишь, что отвечают эти люди ныне и что мудрствовали тогда те, то увидишь, сколько велика мудрость первых и как велико неразумие последних. В самом деле, во время как некоторые из этих последних говорят, что и сущее не руководится провидением, и творение произошло не от Бога, и добродетель будто бы недостаточно сама по себе, а нужны еще деньги, благородное происхождение и внешний блеск, и много другого еще более достойного смеха. Эти люди, наоборот, мудрствуют и о промысле, и о загробном суде, и о творческой деятельности Бога, приведшей все из несущего, и о всем прочем, нисколько при этом не будучи обязаны языческой науке. Кто не познает отсюда силы Христа, которая не ученых и простецов показала настолько мудрейшими, много хвалившихся своей мудростью, насколько разумные мужи превосходят малых детей? Какой им вред от того, что речь их проста, когда по мышлениях исполнены глубокой мудрости? Какая, наоборот, польза язычникам в обработанном слове, когда у них остается чужд мыслей? Это похоже на то, как если бы кто-нибудь имел нож, у которого рукоятка серебряная, а самое лезвие мягче всякого свинца. Так точно и у них. Речь изукрашена словами и именами, а мысль крайне немощна, и ни на что решительно для них непригодна. Совсем не так у этих мудрецов, а как раз напротив. Ум их полон глубокой духовной мудрости, и жизнь следует учению. В них нет измеженных женщин, нет ни украшений в одежде, ни подкрашиваний и подрисовываний. Всякое подобное родо растление нравов изгнано. От того-то они и подчиненных себе людей очень легко приучают к воздержности, и с полной точностью соблюдают закон Павла, повелевающий иметь одежду и пропитание, и не искать ничего больше. У них нет обычаи натираться благовонными мазями, отуманивающими ум. А сама земля, порождая травы, искуснее всякого мировара, изготовляя для них тонкое благоухание цветков. И так как они изгнали всякую роскошь и ударили гибельные потоки пьянства, а пища употребляется в таком лишь количестве, сколько нужно, для поддержания жизни, то и тело у них вследствие этого пользуется таким же полным здоровьем, как и душа. И так, не будем презирать этих людей за их внешний вид, а станем лучше удивиться их разуму. Что польза в самом деле во внешних одеждах, когда душа облачена жалостнее всякого нищего? Хвалить и удивляться человеку следует не за одежды, равным образом и не за тело, а за душу. 211. Раскрой душу этих людей, и ты увидишь красоту ее и богатство по речи, по убеждениям и по всему состоянию нравов. 211. Итак, пусть устудятся язычники, пусть закроют смущение лицо свое и скроются со стыда за своих философов и за свою мудрость, которая немощнее всякого безумия. 222. В то время как их мудрецы при своей жизни едва смогли научить своим мнением самое ничтожное число людей, да и этих лишились при малейшей случившейся опасности. 232. Ученики Христа, рыболовы, мытари, делатели палаток в течение немногих лет обратили к истине всю вселенную, и несмотря на бесчисленные, возникавшие с тех пор опасности, проповедь не только не угасла, а процветает и ныне, и делает больше и больше успехи. 243. Они же научили мудрствовать людей несведущих, земледельцев и пастухов. 254. Эти-то последние, имея вместе со всем прочим и внедренную в сердце любовь, виновницу всякого добра, несмотря на дальний путь, поспешили прийти к нам, чтобы обнять своих братьев. 265. Вот и мы за такие дары, разумея любовью расположение, отпустим их, снабдив средствами на дорогу, и поведем опять речь о клятвах, чтобы с корнем вырвать у всех. 276. Изумая эту порочную привычку. 286. Но наперед я хочу сегодня немного напомнить из сказанного вам раньше. 296. После того, как иудеи, удалившись из Персии и освободившись от этой тирании, возвратились в свое отечество, пророк Захария говорит, 5 глава, 1-5 стих. 296. И опять я поднял глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу, летящий свиток. 307. Длина его 20 локтей и ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложный, истреблен будет, как написано на другой стороне его. 317. При чтении этих слов в свое время мы исследовали, почему Господь губит не только самого клянущегося и разрушает и дом его, и указывали причину этого в том, что Бог хочет, чтобы наказание за тягчайшее преступление навсегда оставалось, дабы все после этого были благоразумны. 328. А так как клятва преступник по смерти неизбежно погребается и предается недрам земли, то чтобы не похоронить вместе с телом его нечестие, Бог сделал самый дом могильным памятником именно для того, чтобы все проходящие, видя его и зная причину разрушения, бежали подражание греху. 338. А это случилось и с садомлянами, когда они возгорели с похотью друг на друга. Сожжена была и сама земля, неспосланным с небес огнем, так как Бог хотел, чтобы наказание за этот грех пребывало постоянно. 348. И заметь человеколюбие Божие, не самих грешников заставил он непрестанно гореть в огне до настоящего дня, но попалив их раз навсегда пожаром, сожжег лицо земли и выставил его на вид всем желающим после того видеть. 359. И теперь вид той земли, блистательный всякого голоса, убеждает все последующие поколения, как бы взывая и говоря, не дерзайте на дела садомлян, чтобы не потерпеть наказаний садомлян. 369. Речь в самом деле не так поражает ум, как ужасающий вид, постоянно носящий следы несчастья. 37. Это могут засвидетельствовать и побывавшие в всех странах. Прежде, несмотря на то, что им часто приходилось слышать об этом при чтении Писания, они боялись не особенно сильно. 38. А когда побывали, прошли ту страну, видели совершенное ее опустошение, созерцали следы пожара и нигде не замечали настоящие земли, а все лишь золы и пепел, они уходили с ужасом, получив от этого зрелища великий урок благоразумия, так как самый способ казни напомнил образ греха. 39. Как те ввели смешение бездетное, не завершавшееся чедорождением, так точно и Бог навел мщение, которое сделало чрево земли раз навсегда бездетным и лишенным всяких плодов. 40. Поэтому-то Богу угрожает разрушить и дома клянущихся, дабы через их наказание сделать других более благоразумными. 41. А я укажу вам сегодня не один и не два и не три дома, разрушенных за клятву, а целый город и народ боголюбезный, племя, всегда пользовавшееся особенным попечением промысла и рода, избежавший многих опасностей. 41. В самом деле, Иерусалим, град Божий, имевший святой Киот и все его служение, город, где были пророки и благодать Духа, и Киот, и скрижали завета и самна злотая, где часто появлялись ангелы. 42. А этот самый город, несмотря на бесконечное множество случавшихся войн и многочисленных нападений на него варваров, как будто окруженный стальной стеной всегда лишь смеялся над всеми этими врагами. 43. И в то время, как вся страна была уже разорена, он один не потерпел никакого несчастья. 44. Еще удивительнее то, что он даже прогонял врагов, часто нанося им тяжкие удары, и пользовался у Бога столь великим попечением, что сам Бог говорил, 45. Как виноград в пустыне я нашел Израиля, и как первую ягоду на смоковнице в первое время ее увидел я отцов их. 45. И относительно затем самого города, когда в виноградной кисти находится сок, то говорят, не повреди ее. 45. Исайя 65. И все-таки этот возлюбленный Богом город, избежавший из столь многих опасностей и получивший прощение за многие преступления, и один лишь смогший избежать пленения, в то время как все остальные были пленены не раз и не два, а многократно, был незринут за одну только клятву. 46. Как именно? Об этом я сейчас скажу. 47. Стал у них царем некто Езекия, Сидекия. 48. Этот Сидекия дал ему ходоносору, барбургскому царю, клятву, оставаться его союзником. 48. После этого изменил и перебег на сторону царя Египетского, показав полное презрение к клятве, и потерпел то, что сейчас вы и услышите. 48. Но наперед необходимо сказать самую причину пророка, которой он предуказывал все это. 48. Изекииле 17.1.3. 49. Сын человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву. 50. Скажи так, говорит Господь, Бог. 50. Большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку. 51. Здесь пророк назвал орлом царя Вавилонского, а великим и великокрылым и долгим, по протяжении исполнения ногтей, наименовал его по множеству войск, силе могущества и быстроте нападения. 52. Потому что, подобно тому, как для орла крылья и ногти служат оружием, так и у царей таковым являются воины и кони. 53. Итак, этот орел, говорит, имеет повеление войти на Ливан. 54. Что значит повеление? 55. Решение, твердое намерение. 55. А Ливаном пророк назвал Иудею, потому что последняя лежит подле этой горы. 56. Затем, намереваясь говорить о клятве и договоре, пророк продолжает. 56. И взял от семени этой земли и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажает Иву. 57. И оно выросло и сделалось виноградной лозой, широкой, низкой ростом, которой ветви клонились к ней, и корни ее были под ней же, и стало виноградной лозою, и дало отрасли и пустило ветви. 58. Здесь виноградом пророк назвал город Иерусалим, а указанием на то, что лозы его лежали над самим орлом, а корни его были внизу последнего, пророк означал договор и союз с ним. 59. И что он сам подчинил себя ему. 60. Затем, желая указать беззаконие, пророк говорит, еще был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. 61. Она была посажена на хорошем поле у больших вод, так, чтобы могла пускать ветви и произносить плод, сделать лозой великолепную. 62. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вырвут ли корни ее, не оборвут ли плодов ее, так что она засохнет? 63. Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут, и ни с большой силой, ни со многими людьми сорвут ее с корней ее. 63. То есть приступивший договор и клятвы, будет ли в силе устоять, спастись и не пасть? 63. Затем, показав, что этого не будет, и город непременно погиб, ни за клятву преступления, пророк рассуждает о самом наказании и называет причину. 64. Скажи, так говорит Господь, будет ли ей успех? Не будет. 65. Такова притча. Далее пророк разъясняет ее, говоря, скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? 66. Скажи, вот пришел царь вавилонский в Иерусалим, и взял царя его и князей его, и привел их к себе в Вавилон. 66. Затем, сказав далее кое о чем другом, пророк говорит о клятве и союзе. 67. И взял другого из царского рода, и заключил с ним союз, и обязал его к клятвою, и взял сильной земли той с собою. 68. Затем, указывая на измену, говорит, но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. 69. И вслед за этим, показывая, что вся гибель происходит за клятво преступления, присовокупляет. 69. Живу я, говорит Господь Бог. 70. Вместо пребывания царя, который поставил его царем, которому данную клятву он призрел и нарушил союз свой с ним, 70. Он умрет у него в Вавилоне. 71. С великой силой и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне. 72. Когда будет насыпан вал, и построены будут осадные башни на погибель многих душ. 73. Он призрел клятву, чтобы нарушить союз. 74. И вот дал руку свою и сделал все это, он не уцелеет. 74. Видишь, как ни один, ни два раза многократно говорит Господь, что сидеки терпят все это за клятву преступления. 75. Не умолим Бог, когда позорят клятву. 75. С какой ревностью заботится Бог о том, чтобы не попирались клятвы? 76. Это можно видеть не только из наказания, наведенного на город за клятву преступления, но и из того, что Бог медлит наказанием и дает срок на исправление. 75. Четвертый царств. 25. 1. 4. В девятый год царствования своего, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел ему Ходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его и устроил вокруг него вал. 76. Находился город в осаде до одиннадцатого года царя Сидекии. 77. В девятый день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. 77. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. 78. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине. 79. Конечно, Бог мог бы тотчас же с первого дня предать их и подчинить власти врагов, но он соизволил в течение трех лет помедлить и заставил их испытать тягчайшую осаду, для того именно, чтобы они, теснимые извне, страхом перед врагами и изнутри голодом, одержащим город, 80. Принудили царя хотя бы и против воли подчинить синоплеменнику, и чтобы таким образом несколько ослабить преступление. 80. А что это правда, а не моя догадка? 80. Послушай, что говорит ему Бог через пророка. 81. Иеремия 38, 17, 18. Тогда Иеремия сказал Сидекий, так говорит Господь, Бог Савовов, Бог Израилев, если ты выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. 82. А если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их. 83. И сказал царь Сидекий Иеремии, я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мною. 84. И сказал Иеремия, не предадут, послушай глаза Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. 85. А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь, вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут к князьям царя Вавилонского, и скажут они, тебя обольстили и превозмогли друзья твои, ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя, и всех жен твоих и детей твоих отведут к халдеям, и ты не избежишь от рук их, но будешь взят рукой царя Вавилонского, и сделаешь то, что город сей будет сожжен огнем. 85. Но когда порок этими словами не убедил Сидекию, и последний остался во грехе беззакония, то через три года Бог предал город и показал и свое человеколюбие, и неразумие царя. 86. Войдя с великой легкости, враги сожгли дом Господень, и дом царя, и домы Иерусалима, и начальник телохранителей все большие здания сожег и разрушил стены Иерусалима. 87. И повсюду был огонь варварский, потому что клятва руководила пожаром и везде разносила пламень, и остаток народа, бывший в городе и перешедших к царю Вавилонскому, выселил начальник телохранителей. 4. Итак, вспомните теперь о серпелитящем и вселяющемся в дом клятва преступника, и разрушающем стены, и дерево, и камень. 5. Вспомните, как эта клятва, войдя в город, разрушила и дома, и храмы, и стены, и блестящие здания, и превратила город в могилу, и не святое святых, не священные сосуды, ничто другое не отстранило казни и мщения за преступление клятвы. 6. Так несчастно разрушен был город, но сам царь потерпел судьбу еще более жалкую и скорбную, и подобно тому, как этот летящий серп истребил здание, так точно он поразил и этого, когда он бежал. 6. Что значит? Слова, которые читаем в стих 4-й и 7-й. 7. Взят был город, а царь шел той дорогою к равнине, и погналось за ним войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Ерехонских, и все войско его разбежалось от него, и взяли царя, отвели его к царю Авилонскому в Риблу, и произвели над ним суд, и сыновей сидеки закололи перед глазами его, а самому сидеки ослепили глаза, 7. Исковали его оковами, и отвели его в Вавилон. 8. Он потребовал у него отчета, рассудился с ним, и сначала заколол его детей, чтобы он был зрителем своего несчастья, и видел это жалостное и ужасное событие, а потом ослепил уже его. 9. Для чего опять совершается это? Для того, чтобы он отправился к варварам и обитающим там иудеям в качестве учителя, и чтобы взирающе познали через ослепленного, какое зло есть клятво преступления, да не только эти, а чтобы все обитающие по пути, видя связанного и ослепленного, познали из этого несчастья тяжесть греха. 10. Посему-то один из пророков и говорит, не увидел сидеки Вавилона, а другой, что отведется Вавилон, Иеремия 32.5. 10. По-видимому, пророчество противоречило. Однако нет, истина и то, и другое. 11. Действительно, Вавилона сидеки не видел, но в то же время был отведен Вавилон. 12. Итак, как он не видел Вавилона? А так, что в Иудее он подвергся ослеплению, потому что здесь вероломно нарушена была клятва, здесь же она и отмщена, и сам он потерпел казнь. 12. А как отведен был Вавилон, ставший пленником, так как следовательно было два наказания, ослепление и плен, то пророки разделили их, один указывал на его ослепление, говорит, не увидит Вавилона, а другой, намекая на его пленение, говорит, отведется Вавилон. 12. Итак, братья, зная это и вспоминая сказанное раньше, отстанем наконец от дурной этой привычки. Вот о чем прошу и умоляю всех вас. 13. В самом деле, если в Ветхом Завете, когда от иудеев не требовалось совершенной мудрости, а допускалось во многом послабление, заодно только клятва преступления постиг столь великий гнев, такое разграбление и плен, то что придется потерпеть тем, которые клянутся теперь после явления закона, запрещающего делать это, и такого восполнения заповедей? 14. Разве от нас требуется лишь то, чтобы мы пришли в собрание и прослушали то, о чем говорится здесь? 15. Если мы, постоянно слушая, не исполняем того, что говорится, это поведет лишь к большему осуждению и неумолимому наказанию. 16. Какое оправдание и какое извинение будет у нас, когда мы с раннего возраста и до последнего дня жизни собираемся здесь, и получая такие наставления, остаемся подобными тем иудеям и не стараемся исправить ни одного недостатка, не указываем ни на привычку. 17. Я только негодую и сержусь, когда говорят, будто привычки мы победить не можем. 18. Если мы не победим привычки, то как станем выше похоти? 19. Корень последний имеет свое начало в самой природе, потому что иметь желание, естественно, но желать дурного, во всяком случае, дело в свободной воле. 20. А что доклятую, то она получила начало даже и не в свободной воле, а в одном лишь легкомыслии. 21. И чтобы тебе знать, что не вследствие трудности дела, а благодаря лишь нашему легкомыслию до такой степени распространился этот порог, 21. Поразмыслим, как много гораздо более трудных дел совершают люди, и притом не ожидая отсюда никакой награды. 22. Поразмыслим, какие дела предписал дьявол, сколько требуют они труда, как много усилий, и однако трудность не послужила препятствием к исполнению этих предписаний. 23. Скажи мне, что может быть труднее, когда какой-нибудь юноша, отдав себя в распоряжение за людей, должностующих размягчить его тело, 24. И сделать гибкими ее члены, ревно состарается изогнуть все тело в точное подобие колеса и вертеться по полу, 25. И вращением глаз, поворотами рук и всякими другими ужимками силиться уподобиться женщине, 26. И не размышляет ни о трудности, ни о постыдности подобных занятий. 27. Кто не поразится опять, видя на сцене плесунов, которые пользуются членами своего тела как бы крыльями, 28. А те, что бросают в воздух один за другим ножи, потом ловят все их за ручку, 29. Кого бы не в состоянии были присыдить из тех, кто не желает поднять никакого труда ради добродетели? 29. Или что можно бы сказать про тех мужей, которые, нося на челе шест наподобие как бы дерева, утвержденного корнями в земле, так и сохраняют его в неподвижном состоянии? 30. И что удивительное, еще боль, они заставляют даже наверху шеста бороться маленьких детей. 31. И ни руки, ни какой другой член тела, а один лишь лоб. 31. Надежнее любой привязи носит этот шест без колебаний. 32. Иной опять по самой тонкой веревке шагает с таким бесстрашным, с каким люди проходят по ровной плоскости. 33. И однако все это, кажущееся неудобо постижимым и для ума, стало возможным для искусства. 34. Скажи мне, что подобное можем сказать мы о клятвах? 35. Какую укажем трудность? Какое усилие? Какое искусство? Какую опасность? 36. Нам нужно только немного старания, и все для нас вскоре будет достигнуто. 36. И не говори мне, что большую часть уже ты исполнил. 37. Если ты не исполнил всего, считай, что ты решительно ничего не сделал, потому что это немногое, оставленное без внимания, уничтожает и все остальное. 38. Часто ведь люди, построив дом и наложив крышу, но не обратив внимания на одну лишь не спавшую черепицу, губили весь дом. 39. То же самое можно наблюдать и на одеждах. 39. И тут случившийся маленький разрыв, не будучи зашит, производит огромную прореху. 40. Это часто бывает и с потоками, так как и эти, раз захватят только маленький вход, тотчас же введут и всю воду. 41. Поэтому ты, если отовсюду оградил себя, а маленькая часть остается без защиты, ты эту последнюю огради от дьявола, чтобы тебе быть обезопасенным отовсюду. 41. Видел серп, видел главу Иоанна, слышал историю с Саулом, слышал об образе пленения иудейского. 42. Вместе с тем слышал изречение Христа, гласящее, что не только клятва преступления, но и клятва, чем бы то ни было, есть дело дьявольское и всецелое изобретение врага. 42. Узнал ты, что за клятву и всюду следует клятва преступления? 43. Итак, соберись все это и напиши в уме своем. 44. Не видишь, как женщины и малые дети привешивают к шее Евангелие в качестве великой охраны и носят их повсюду, куда бы ни пошли. 45. А ты заповеди и законы евангельские начертаешь в своем уме. 46. Тут не надо золота и денег, не требуется покупать и книгу, а нужно лишь одно произволение и расположение воодушевленной души. 47. И будешь иметь вернейшее Евангелие, нося его не совне, а слагая его внутри, в тайниках души. 48. Посему, встав с постели и выходя из своего дома, приводите ли на память следующий закон? 49. А я же говорю вам, не клянитесь вовсе. 50. И будет тебе это изречение вместо поучения. 51. Не нужно много труда, а только немного внимания. 52. А что это правда, очевидно вот откуда. 53. Призвав своего сына, постращай и погрози немного посечь его, если он не исполнит этого закона, и увидишь, как он тотчас же отстанет от привычки. 53. Как поэтому не безрассудно, если малые дети, боясь нашего страха, исполняют заповедь, а мы даже и так не боимся Бога, как боятся нас сыновья. 54. Итак, что я говорил раньше, то же самое говорю и теперь. 54. Положим себе закон, не заниматься ни публичными, ни частными делами до тех пор, пока не выполним этого закона. 55. Опобуждаемый всячески необходимостью, мы легко достигнем успеха и украсим себя, украсим вместе с тем и весь город. 55. По размыслить только, чего бы стоило, если бы по всей вселенной разнесся слух о том, что в Антиохии господствует обычай, свойственный христианам, что там не встретишь ни одного человека, который бы произнес клятву, хотя бы настояла в том и крайняя нужда. 55. Без сомнения, об этом услышали бы соседние города, вернее же не только соседние, а и до самых концов земли дошла бы молва, так как естественно, что и торговцы, имеющие с вами сношения, и другие приходящие оттуда рассказали бы обо всем этом. 56. Многие, когда хвалят другие города, указывают на гавани, на рынок, на богатство товаров. 57. Дайте же приходящим сюда возможность говорить, что того, что есть в Антиохии, нельзя видеть нигде в других городах, так как люди, обитающие в этом городе, предпочтут скорее вырезать язык, чем произнесть клятву. 57. Это нам будет украшением и твердыней. Мало того, доставят еще и великую награду, так как несомненно, что нам станут соревновать и подражать другие. 58. А если приобретший даже одного или двоих получит у бога великую награду, то какого вознаграждения не получите вы, воспитывающие всю вселенную? 59. Итак, должно стараться бодрствовать и трезвиться, зная, что мы получим величайшее воздаяние не только за собственное исправление, но и за исправление других, и найдем великое благоволение у Бога, которое все мы, непрестанно получая, да достигнем Царства Небесного Христе Иисусе Господе нашим, 60. Которому слава и держава с Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.